Привет всем по ту сторону ютуб-экранов, это Дройдер Шоу. Самое интересное из мира интернета, гаджетов и технологий за неделю. Вы, наверное, уже заметили, что в этот раз я один, без Бори. Он отправился изучать историю Северной Кореи в изоляции от всякого интернета, твиттера, фейсбука и всего остального. Единственное, что я от него получил, это вот это странное видеосообщение. Ну, я надеюсь, что с ним все в порядке, ведь о выкупе еще никто не просил. Так что, поехали! Спасибо нашим друзьям из surfingbird.ru поиск интересной всячины в интернете. Компания Google продолжает подогревать интерес к своему прорывному продукту. В этот раз поисковик продемонстрировал интернет-сообществу интерфейс элементы управления Google Glass. Оказывается, кроме голосовых команд, очки умеют воспринимать прикосновения, ведь основной элемент управления — это сенсорная поверхность. Она используется для осуществления различных жестов навигации, например, перелистывания между экранами, которые по дизайну, кстати, очень похожи на карточки Google Now. Подтверждение того или иного действия осуществляется тапом, а с помощью свайпа вниз всегда можно вернуться назад. Хорошо, с управлением разобрались. Кстати, о привычке. Один известный блогер Роберт Скоббл, который участвует в тестировании чудо-очков, заявил, что он не может уже прожить и дня без них. Вот так он к ним прикипел. Лично я их никогда не снимаю, разве что когда даю другим померить. Он даже провел один вызывающий тест, о котором так просили его читатели. Посетил несколько общественных туалетов в различных местах — в кафе, в ресторанах, в отелях, чтобы проверить, как на это отреагируют люди. Каково же было его удивление, что ни один посетитель даже не попросил снять очки в туалете. Никто даже не заметил ничего необычного в этом футуристичном аксессуаре Роберта. Но в аэропортах и на конференциях дела обстояли совершенно иначе. Блогера сразу же окружала толпа зевак, которым не терпелось примерить гаджет. И как он говорит, отзывы были только положительные. Да и вообще, Скобл считает, что это очередной прорыв. Как первый iPhone или iPod, главное, чтобы поисковик угадал с ценой. Скажите, а за сколько бы вы купили Google Glass? Напишите свою цену в комментариях. Только честно. Еще эта неделя была богата слухами о новых продуктах основных смартфоноделов. И начнем в алфавитном порядке. iPhone 5s, который должен стать улучшенной версией пятерки, все-таки будет представлен в июне. А не осенью, как говорилось, в других слухах. Соответственно, в продажу он может поступить уже на следующий месяц, в июле. Подтверждением информации является вот этот документ японского оператора KDDI, согласно которому предзаказ на iPhone 5s стартует уже 20 июня. Еще в утекшем документе упоминаются некоторые характеристики. Улучшенная камера на 13 мегапикселей и сканер отпечатков пальцев. Что касается других нововведений, в новом iPhone скорее всего будет стоять процессор A7. И еще новая вспышка с несколькими светодиодами для лучшей передачи баланса белого. Ну а дизайн останется прежним. Да, опять камера и процессор. Неужели Apple стали такими предсказуемыми? Остается надеяться только на iPhone 6. Не успели корейцы собрать лавры Galaxy S4, как потекли слухи о других новинках компании. А именно о популярном планшетофоне Galaxy Note 3. Если верить китайскому источнику, выглядеть он будет вот так. Ну, собственно, слева Galaxy Note 2, а справа якобы Galaxy Note 3. Да, он станет еще больше и мощнее. Раз уж экраны смартфонов подросли до 5 дюймов, то диагональ плафона станет почти 6. Точнее, 5,99. Естественно, с Full HD разрешением. Ну а работать смартфон будет на 8-ми ядерном процессоре Exynos Octa с 3-мя гигабайтами оперативной памяти на борту. Покажут новинку, скорее всего, на EFA 2013 в сентябре. Будем надеяться, что за это время корейцы придумают еще несколько интересных фишек. Уже не первую неделю ходят слухи о двух или даже трех топовых смартфонах компании Sony. И благодаря китайскому тестеру стали известны некоторые детали. Первый из новинок – Tagari. Это планшетофон наподобие того же Galaxy Note. Диагональ его экрана составит аж 6,44 дюйма. Внутри будет стоять мощный процессор Snapdragon 800 и батарейка на 3500 мАч. Дизайн, по мнению источника, будет примерно такой же, как у Xperia Z. Тонкий и стеклянный. Второй аппарат Honami должен объединить в себе плюсы сразу двух направлений Sony. Камер CyberShot и плееров Walkman. Так что он получит 20-мегапиксельную камеру с оптикой Carl Zeiss и ксеноновую вспышку, а также чип обработки звука Master MX Digital Amplifier. Думаю, меломаны это оценят. Кроме этого, источник утверждает, что это самый красивый смартфон, который он когда-либо видел. Что ж, посмотрим. Лично мне кажется, что гонка технологий скоро сведется к гонке дизайна. Ведь начинками уже никого не удивишь. Все флагманы мощные и не тормозят. Популярная сеть Instagram все никак не разродится на официальный клиент для Windows Phone. Но оказывается, уже есть решение. На Marketplace можно купить приложение, которое умеет не только просматривать ленту, но и публиковать фотки. Называется оно Instagram. Первым делом нужно залогиниться с вашим именем и паролем от Instagram. А затем все как обычно. Фотографируете, обрабатываете и постите. Но учтите, что по загрузке есть некоторые ограничения. Не более пяти фотографий в день. Все потому, что публикация происходит не напрямую, а в обход, через внешний сервер. Еще приложение пока не понимает кириллицу. Но думаю, это дело поправимое. Главное побольше комментариев с отзывами оставить, чтобы русские добавили. Конечно, пока Instagram сложно назвать идеальным клиентом. Работает он немного кривовато. Да и фотки публикуются подолгу. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Вы когда-нибудь задумывались, что ощущает бог Тор, когда держит в руках свой супер-молот? Да, скорее всего он чувствует себя самым крутым во всем мире, галактике, вселенной, да и вообще везде. Так вот, очередной умелец по имени Калеп решил испытать что-то подобное. И создал свой собственный волшебный молот у себя в гараже. И технокузнец не остановился на том, чтобы просто сделать молот похожим на настоящий. Он еще и подключил к нему подобие электрошокера на 80 тысяч вольт. В итоге молот научился метать хоть и маленькие, но молнии. А создатель сшил себе костюм, отрастил волосы, как у кумира, и уже готовится отправиться прямиком в Асгард. Интересно, что же будет дальше. Не думаю, что Калеп на этом остановится. Осталось смастерить костюм Железного Человека, щит Капитана Америки, посох Локи и можно снимать очередную серию Мстителей. В лаборатории Тодда Колмана из Калифорнийского университета уже три года работают над электронной татуировкой. Так вот, разработчики наконец-то готовы представить ее миру. Она представляет собой небольшой прозрачный пластырь со встроенными гибкими электродами, который клеится на человеческое тело и отслеживает биение сердца и мозговую активность. Такая технология в будущем позволит управлять различными устройствами на расстоянии, например, теми же механическими протезами, а в дальнейшем даже общаться мыслями. Но пока разработчики фокусируются на более бытовых проблемах, таких как мониторинг здоровья и эмоционального состояния человека, а также отслеживание сердцебиения плода у беременных. Носимая электроника становится новым трендом и не за горами то время, когда в свое тело можно будет строить смартфон. Главное, чтобы на это согласились подопытные. Тем временем в Гарварде создали настолько миниатюрного робота, которого можно буквально прихлопнуть, как комара. Именно это насекомое и легло в основу разработки. Робот весит всего 80 миллиграммов, а его длина составляет 3 сантиметра. В движении он приводится за счет крыльев, движимых электронными мышцами, которые способны сокращаться с частотой 120 раз в секунду. Кроме того, крылья работают независимо друг от друга, что позволяет управлять электронным комариком. Еще мини-робот оборудован системой определения препятствий. Она позволяет устройству не врезаться в различные преграды, как статичные, так и движущиеся. Ну а если говорить о пользе данного изобретения, то создатели считают, что в будущем их питомец сможет следить за окружающей средой или искать выживших в завалах. Кроме того, конечно же, не исключается применение в военных целях. На этом все. Подписывайтесь на наш канал по кнопочке внизу, ставьте большие пальцы вверх, чтобы Боря поскорее вернулся, и вступайте в группу ВКонтакте. До встречи через неделю! Продолжение следует...